Сегодня воздушно-десантные войска отмечают 89-ю годовщину со дня образования. В Чебоксарах прошли показательные выступления спортсменов-парашютистов. Десантники возложили цветы к вечному огню, прошли с крестным ходом от Парка Победы до Площади Речников. А там для голубых беретов начался праздничный концерт. Алексей Чернов служил в Краснодарском крае, а сейчас работает в мебельном производстве. Сегодня он отпросился с работы, чтобы встретиться с друзьями и снова поделиться армейскими воспоминаниями. Первый прыжок был не такой страшный, второй уже, когда понимаешь, уже страшновато становится. Ну ничего, никто не струсил, прыгали все. Десантников называют крылатой пехотой или голубыми беретами. Воспитанники военно-патриотического клуба берет впервые надели этот головной убор сегодня, 2 августа. Голубой берет никому передавать нельзя, он зарабатывается потом и кровью, только так. Голубой берет, как главный элемент парадной формы десантников, появился ровно 50 лет назад. Вот такая форма у нас была. Голубой берет только после нас вели. Нас бросали зимой, снегу вот так было, там противогаз, автомат, на себе парашют, и сборный пункт надо было. А я легкий, я летал дальше и дальше. Маргелов, Вася, руку божал мне, как самого маленького десантника. Герой Советского Союза Василий Маргелов был первым командующим воздушно-десантными войсками. Это в его честь ВДВ шуточно расшифровывают войска дяди Васи. У десантников вообще много фирменных выражений. Десантник, 3 секунды ангел, 3 минуты орел, а все остальное время ломовая лошадь. Этот афоризм рассказывает об этапах прыжка с парашютом и подготовке к нему. А еще десантники любят говорить, что обручены с небом. Потому что парашют нельзя представить без кольца, раскрывающего купол. Вопрос о купании на день ВДВ в фонтанах у десантников больной. Из года в год они готовы повторять журналистам. Десантники в фонтанах не купаются. Десант – это человек чести. Мы служили в элите. И тот, кто вот это делает, он в армии старшину нормального не поймал.